А сейчас приглашаю на сцену вице-губернатора Санкт-Петербурга, руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Николаевича Говоронова и генерального консула Китайской народной республики Санкт-Петербурга госпожу Вонин. Уважаемая госпожа генеральный консул, дорогие друзья, добрый вечер. Все мы прямо сейчас являемся свидетелями замечательного события. В нашем городе дают старт мероприятия, которые приворочены к китайскому Новому году. Дело в том, что эта древняя традиция, праздник весны, как его называют наши китайские друзья, это традиция, которая очень древняя, и она насчитывает более двух тысяч лет. И уже давно этот праздник перешагнул границы, национальные границы Китая. И по инициативе генерального консульства, при поддержке правительства города, этот праздник пришел и на нашу землю, на берега Невы. Все мы помним, как в прошлом году, в период празднования китайского Нового года, наш символ, один из символов нашего города, дворцовый мост, был украшен очень красивой, очень яркой красной расцветкой. Это действительно понравилось нашим землякам, понравилось гостям нашего города. Могу сказать, что этот прекрасный вид, эта прекрасная картинка, она транслировалась ведущими телевизионными компаниями самого Китая. И, конечно, мы решили это сделать ежегодным, это сделать постоянно. Но мне очень радостно отметить, что в период с 8 по 22 февраля петербургцы и гости нашего города могут быть свидетелями большого, насыщенного количества всевозможных мероприятий. Это фестиваль кино, который мы увидим прямо здесь и прямо сейчас. Это всевозможные мероприятия, направленные на познание культуры и истории Китая. Это выставки, посвященные этому. Это различные мастер-классы и цикл-лекции. Это спортивные мероприятия. Это различные выступления великолепных, просто замечательных творческих коллективов Китая. Это праздник, который мы проведем, праздник фонарей, в честь которого будет очень большой и очень красивый праздничный концерт. И многое-многое другое. Нет никаких сомнений, что это позволит нам более глубоко узнать богатейшую культуру Китая, узнать его традиции. Китая – страну, с которой уже долгое время нас объединяет узы очень прочной и очень крепкой дружбы. Хотел вам сказать, Новый год, старый год заканчивается, приходит Новый год. И Новый год – год огненной обезьяны. И я, конечно, желаю всем нам мира, благополучия, процветания. И еще я хочу сказать, что, уважаемая госпожа генеральный консул, на Новый год приняты дарить подарки. И, конечно, я от всей души хочу вручить вам эту самую обезьяну. Я хочу сказать, что это замечательное животное, пытливое, очень неспокойное животное, которое очень любит людей с активной жизненной позицией, которые не боятся ставить перед собой амбициозные цели и смело идти в реализацию этих целей. И вне всяких сомнений людям, которые много работают и которые ставят перед собой такие цели, обезьяна, конечно, будет помогать. Я от души хочу вам вручить этот сувенир. Поздравляю вас с вашим китайским Новым годом. И хочу пожелать, чтобы это замечательное животное, очень творческое, очень жизнелюбивое, принесла вам удачу. С Новым годом! Большое спасибо за эту чудесную обезьянку, которую вы мне подарили. Действительно, Новым годом это будет обезьяна. Хоузы в中国, это очень мощное животное. Он имеет силу, ментальность,勇敢, также имеет хорошие運气. Сегодняшний год – это «火, хо, 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 хо». Я надеюсь, что сегодняшний год, для俄羅斯的朋友, это будет хорошим運气. Обезьяна – это очень хорошее животное в Китае, которое символизирует какие качества, как находчивость, проницательность, ум. И этот год является годом красной обезьяны. Я надеюсь, что всем он нам принесет удачу. Сегодняшний год – это «хо, хо, хо, хо». Сегодня первый день Нового года, и по этому случаю я поздравляю всех присутствующих с Новым годом и желаю счастья, благополучия и исполкнений всех желаний. Сегодня этот фестиваль «Хуанлочунде» будет открыть рейму. В следующем месяце, в следующем месяце, одиннадцатый год, в семье, в семье, в семье, в семье, в семье, в семье, в семье. Фестиваль «Веселый праздник весны» начинается с недели китайского кино, которая продлится с сегодняшнего дня на протяжении целой недели. Сегодня будет продемонстрирован фильм, который называется «Когда в пекинской семье живет говернантка». и поэтому сегодня с тем, что у нас есть много интересных, очень красивых новых Crush. Мы надеемся, что этиitte, наши лечения на протяжении центральной истории, в семье, в семье, в семье, в семье, или в семье, в семье, в семье, в семье, в семье и в семье. в полной мере отражают культуру, богатейшую культуру Китая. Я надеюсь, что «Неделя кино» будет способствовать укреплению дружественных отношений России и Китая и будет способствовать взаимопониманию двух народов. Я надеюсь, что вы любите эти видео в Китае. Мы также надеемся, что с Россией, особенно с Петербургом, в сфере общественных отношений, в новой стране, в новой стране, в новой стране. Спасибо всем. Я очень надеюсь, что вам понравится фирма, которую вы выбрали. Я надеюсь, что в культурной сфере, в сфере гуманитарного сотрудничества будут достигнуты новые успехи. Спасибо. Благодарю господину Глобини, Александру Николаевичу Маженову. И, дорогие друзья, желаю вам приятного праздника. Спасибо. Спасибо. Спасибо.